Привет! Вы смотрите IT не об IT, программу о том, как технологии меняют окружающий мир. С вами я, Евгения Фандеркина. В этом выпуске программы расскажем, как должен работать кодекс добровольных практик и ответим на вопрос, зачем документ принимают во всех регионах нашей страны. Ознакомим вас с новыми изменениями, касающимися госуслуг. Расскажем о том, как новые технологии в телефоне помогут увеличить продажи и узнаем, как разработать свою игру для смартфона. Одно из главных событий недавнего времени – подписание кодекса добровольных практик в интернете. Что это за документ, зачем он нужен и какие компании стали участниками соглашения. Все ответы в нашем сюжете. В интернете сегодня можно не только смотреть фильмы, но и активно покупать или брать в кредит. Несмотря на то, что вы делаете это на диване, документы вы заполняете вполне реальные. Также реальные данные вашей банковской карты, паспорта и других документов. И иногда эта информация может утекать в руки злоумышленников. В последнее время все больше компаний и ведомств озабочена защитой персональных данных пользователей. Еще один шаг в этом направлении – подписание кодекса добровольных практик в сети интернет. Разработали документ в Роскомнадзоре. Он есть в открытом доступе, и его могут увидеть все желающие. Недавно к кодексу присоединилась и Чувашия. Новое направление, нужное направление. Я, во-первых, хочу вас всех благодарить за то, что вы откликнулись на наше обращение. Ваши руководители отправили вас, или вы сами пришли. Здорово, потому что тема совершенно новая, повседневная, незаметная, но очень востребованная. Сегодня речь будет идти о защите персональных данных. Сегодня мы с вами, живя повседневной жизнью, посещая разные организации, заполняя разные анкеты, карточки и так далее, практически выкладываем всю информацию о себе в доступную среду, для того, чтобы кто-то мог пользоваться. При этом, если не обращаем на это мы сами внимание, не оговариваемся, что данная информация только для той, для этой цели, для такого-то времени и так далее, и так далее. То есть мы не оговариваем условия, используя наши персональные данные, то, конечно, мы можем многое потерять. В наш век развития технологий, когда для всех участников рынка важно быть на связи с потребителями, вопрос защиты от данных встает особенно остро, и готовность присоединиться к кодексу – серьезный шаг. Цель данного документа – защитить государство, общество и непосредственно гражданина от угроз, связанных с развитием информационных технологий, и создать максимально безопасное цифровое пространство. Органы власти, вузы, айти-компании, банки и страховщики. Исполнять обязательства готовы все. Подписи под кодексом поставили 24 организации и коммерческих компаний, в их числе ассоциации российских банков, ассоциации руководителей служб информационной безопасности, российский союз автостраховщиков, российская детская и государственная библиотека, крупнейшие операторы связи. Подписанием кодекса организации заявляют о своей готовности содействовать в обеспечении безопасного информационного пространства в сети интернет на основе соблюдения требований законодательства Российской Федерации. В частности, одним из участников кодекса стал Минздрав Республики. В электронных регистратурах хранится информация о тысячах пациентов. У нас уже на законных основаниях, скажем так, юридически значимые, появляются новые электронные документы, такие как медицинская справка, электронная медицинская справка, выписки из истории пациента и так далее. Конечно, это сегодня все накладывает на нас огромную ответственность, поэтому мы понимаем, что это все-таки медицинские данные, и мы эти данные должны охранять, оберегать. И медицинские работники, и руководители медицинских организаций абсолютно все понимают и полную ответственность, что действительно защищать эти данные нужно. Подписание кодекса стало заключительным мероприятием недели защиты персональных данных. Организаторы уделили внимание одной из самых активных в сети групп – студентам. Им рассказали о развитии цифровой экономики в нашей стране. В ближайшие 15-20 лет большие данные, в том числе персональные, будут действительно одним из двигателей, одним из финансово-емких инструментов, которые будут иметь ход в экономике. И в новой реальности будет возможность проследить за всеми передвижениями пользователя в сети. То есть, смотрите, что мы видим. Мы видим, во-первых, откуда были заходы, соответственно, сколько человек провел времени на сайте, какой его примерный возраст, как раз это по тем данным в социальных сетях, которые вы оставили, ну и, соответственно, с каких устройств этот дазок один. Естественно, по каждому параметру можно провалиться вплоть даже до любых границ. Кодекс добровольных практик – масштабный проект. И свои подписи под ним поставят во всех регионах страны. Однако стоит отметить, что персональные данные лучше их владельца не защитит никто. Почти все жители республики уже могут смотреть телеканалы первого мультиплекса. В Чувашии продолжается строительство инфраструктуры для цифрового вещания. Рассказываем о том, что такое мультиплекс и как скоро он станет доступен всем. На финишную прямую в Чувашии вышло строительство инфраструктуры для первого мультиплекса. Построено еще 13 новых станций цифрового эфирного телевидения. Теперь смотреть в цифровом качестве 10 бесплатных каналов могут почти 94% жителей республики. До конца года в эксплуатацию должны ввести еще 11 объектов. Мы уже рассказывали о том, что такое мультиплекс. Напомним, в пакет РТРС-1 входят 10 телеканалов. Все они бесплатны для зрителя. Отличие нового телевидения от аналогового, в цифре картинка всегда качественная, без помех и искажений. Вот только если ваш телевизор относится к аналоговым, вам нужно будет приобрести специальную приставку. В следующем году в Чувашии начнут распространять второй мультиплекс – пакет РТРС-2. Сейчас он есть в Чебоксарах и Новочебоксарске. Госуслуги становятся доступнее. Так уже в следующем году изменения коснутся услуг здравоохранения. Рассказываем о новшествах. Еще несколько лет назад, чтобы попасть ко врачу, приходилось стоять в живой очереди в регистратуре. Талоны на прием к узким специалистам заканчивались еще до обеда и приходилось возвращаться позже. Сейчас все изменилось. Вместо того, чтобы ехать утром в больницу, можно зайти на сайт электронной регистратуры и записаться на прием онлайн в любое время дня. Но и нынешнюю систему ждут изменения. Так, с 1 февраля обязательно станет авторизация через единую систему идентификации и аутентификации портала государственных услуг. Жителям республики будет доступна информация о прикреплении к медицинской организации выбранной страховой компании. Чуть позже регистрироваться через госуслуги можно будет везде. Начиная уже с 2 квартала следующего года, 2018 года, всех информационных систем в Чувашской республике, государственных я подчеркиваю, будет четкая авторизация только с помощью ЕСЕ, единой системы идентификации и аутентификации пользователей. Напомним, что с прошлого года с помощью портала госуслуг можно оплатить штрафы за нарушение ПДД с 50% скидкой. А с 1 января 2017 на 30% уменьшился размер пошлин на некоторые госуслуги. Получение водительского удостоверения, регистрация транспорта, получение паспорта или загранпаспорта. При этом оформлять их нужно с помощью портала. Правительство России будет стимулировать спрос на электромобили. Причем как для покупателей, так и для тех, кто строит инфраструктуру для такого транспорта. В правительстве предложили разработать программы субсидирования, льготного автокредитования и автолизинга. Владельцам торгово-развлекательных центров дадут налоговые льготы за оборудование электрозаправок. Субсидирование получат и производители электрокаров, как отечественные, так и иностранные, локализовавшие сборку на территории России. Вообще, многие российские автогиганты уже имеют завершенные или находящиеся в стадии разработки проекты по электротранспорту. Сайты с пиратскими фильмами будут блокировать в течение суток. Для этого Роскомнадзору не понадобится решение суда. Такие изменения в закон предлагает Министерство культуры России. Единственная оговорка – речь идет о пиратских копиях российских картин. С инициативой ведомства выступает уже несколько лет, но на данный момент она поддержки не находит. Эксперты опасаются, что несудебный порядок блокировки опасен тем, что решение принимается административным органом, который не является независимым. Также в процессе не участвует владелец сайта. Он не может реализовать свое конституционное право на защиту. Операторы сотовой связи на территории Чебоксар подключились к системе 112. На сегодняшний день система в городе функционирует в режиме опытной эксплуатации. С ноября в единую диспетчерскую службу 112 можно позвонить со всех мобильных и стационарных операторов. ГКЧС Чувашия отмечает, с начала работы системы в ЕДДС поступило более 6000 звонков. К сожалению, большая часть их не связана с вызовом экстренных оперативных служб. Кроме того, в ведомстве напоминают, что привычные номера для вызова экстренных оперативных служб продолжают работать. Звонки на номера 101, 102, 103 и 104 с мобильных телефонов бесплатные. Дежурно-диспетчерские службы работают круглосуточно. В некоторых исследованиях говорится, что интернет в будущем станет одной из базовых человеческих потребностей. С его помощью уже сейчас можно не только заказать пиццу, но и, например, получить консультацию у врача. Но природные катаклизмы иногда могут внести свои корректировки в планы пользователей. Чуть менее месяца назад компания Google провела интересный эксперимент. Там решили предоставить доступ в интернет и социальные сети с помощью воздушных шаров. Площадкой стала Пуэрто-Рико. Так, на земле находится базовая станция. В самих шарах сетевое оборудование. Wi-Fi поднимается на высоту 20 километров и не мешает самолетам. Систему развернули очень быстро, чтобы поскорее начать доставлять интернет, потерянный из-за урагана Мария. Японцы представили первые в мире цифровые овощи. Фермеры из Токио разработали теплицу DigiVerge. В ней овощи чувствуют касание человека и реагируют с помощью музыки или света в помещении. Теплица содержит семь видов овощей, включая привычную морковь, помидоры, редис и капусту. С помощью специальных сенсоров овощи научили чувствовать касание. В ответ на взаимодействие срабатывает светомузыкальное шоу. Создатели отмечают, что выставка призвана показать ценность органических продуктов. В Китае представили первый клип, нарисованный искусственным интеллектом. Об этом сообщили в Intel. Помогали в разработке специалисты компании. Клип стал первым в своем жанре, созданном с помощью искусственного интеллекта. Спецэффекты, серебристые капли на лице певицы, мерцания, футуристичные интерьеры были нарисованы нейросетью, которые обучали распознавать лицо исполнительницы, отслеживать движение и мимику. При этом певице не пришлось надевать костюмы с трекинговыми маячками. Сделать эффекты реалистичными создатели клипа не стремились, поэтому нейросеть идеально подошла под поставленные задачи. В компании Intel не исключают, что создание спецэффектов может стать одним из основных направлений разработки в ближайшее время. Пока на Востоке рисуют клипы и создают шоу, в IBM анонсировали самый мощный квантовый компьютер в мире. Компания объявила о разработке квантового компьютера, способного обрабатывать 50 кубитов. Это самый крупный и мощный квантовый компьютер из когда-либо созданных. Машина может выполнять чрезвычайно сложные вычислительные задачи, но, как и все современные квантовые компьютеры, она требует высокоспециализированных условий для работы. Кроме того, IBM еще не раскрыла всех деталей своей новой машины. Увеличение числа кубитов не обязательно сказывается на увеличении вычислительной производительности, считают эксперты. Кроме того, была представлена квантовая вычислительная система на 20 кубитов. Ожидается также, что IBM скоро объявит об обновлении своего программного обеспечения для облачных вычислений. Впрочем, компания не единственная, кто участвует в гонке по созданию рабочих квантовых компьютеров. Microsoft, Google и Intel также ведут разработку собственных квантовых вычислительных систем. В России разработали вечный жесткий диск. Отмечается, что он сможет хранить данные 100 тысяч лет. Супердолговечный носитель сделали в лаборатории при Российском химико-технологическом университете имени Менделеева. Секрет в кварцевом стекле, из которого сделан диск. Оно не подвергается воздействию внешних средств. Такой диск сможет помочь сэкономить на содержании, например, архивов. Ученые работали над носителем с 2015 года. Стоит отметить, что ранее подобных разработок в нашей стране еще не было. Цена диска сейчас 10 тысяч рублей. Но исследователи утверждают, что в будущем он будет стоить всего 100 рублей. Uber и NASA займутся выпуском летающих такси. Компании уже заключили соглашение по созданию программного обеспечения. Uber планирует использовать как пилотируемые, так и беспилотные летательные аппараты в качестве такси, которые можно будет вызвать с помощью смартфона, по аналогии с сервисом заказа такси, которые существуют сейчас. Летные испытания новой службы такси планируют начать в Лос-Анджелесе в 2020 году. Запуск проекта намечен на 2023 год. Для нового сервиса Uber не планирует создавать собственные самолеты или вертолеты, а намерен использовать летательные аппараты ведущих мировых производителей. Еще одна приятная новость последних дней. Российская сборная на Всемирной робототехнической олимпиаде завоевала сразу треть всех медалей. В копилке ребят пять золотых, одна серебряная и две бронзовых. Соревнования прошли 11 и 12 ноября в Сан-Хосе. За два дня 392 команды робототехников возрастом от 10 до 21 года из 53 стран мира состязались за медали в категориях «Основная», «Творческая», «Студенческая», а также сыграли в футбол роботов. Россию представили более 40 ребят. Первые места россиянам достались в основной категории в старшей и средней возрастной группе. В младшей группе юные робототехники из России забрали все награды. Кроме того, еще два золота у России в творческой категории в старшей и средней возрастной группе. Как оперативнее отвечать на звонки клиентов, оптимизировать работу сотрудников и сэкономить на связи в нашем следующем сюжете. Десять лет на рынке и большое количество постоянных и новых клиентов по всей стране. В текстиле «Опторге» представлена продукция нескольких российских и белорусских фабрик по производству текстиля, а также нитки, швейное оборудование и спецодежда с индивидуальной защитой. До сих пор компания остается ведущим игроком на рынке Чуваше. Поддерживать статус позволяют в том числе и цифровые технологии связи, представленные компанией «Мегафон». Технологии продаж претерпели огромные изменения. Ну и вот сейчас без хорошей сотовой телефонии бизнес просто невозможен. Ну сначала мы ходили с пейджерами, потом появилась сотовая связь, потом мы подключили нашу корпоративную связь, что сразу повлияло на мобильность, на оперативность работы наших сотрудников. А далее появилась еще такая услуга, как 8800. Для наших клиентов это бесплатные звонки, в результате чего наши клиенты перестали бояться звонить и получали более объективную, более подробную информацию о нашем продукте. Соответственно, и наши продажи повысились. Клиенты «Мегафона» номер 8800 обычно подключают в паре с виртуальной АТС, которая автоматически переадресует звонящего свободному специалисту. Так одновременно несколько человек может общаться, делать заявки или узнавать о новых поступлениях текстиля и оборудования. Кроме того, вызовы можно переадресовать на мобильный телефон. Да и номер горячей линии, на который звонят клиенты, для них бесплатный. Еще недавно номер 8800 могли себе позволить только крупные компании. Федеральные банки, страховые компании, туроператоры. Сейчас 8800 может позволить себе малый и средний бизнес без больших затрат. Офис текстильопторга в Чебоксарах, а склады есть еще и в Казани. Компания работает на несколько регионов. Сотрудники постоянно перемещаются по стране. Забирают товар с фабрик в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново, Барановичах. Доставляют на склады, развозят по клиентам. Оперативно связаться с сотрудниками, находящимися в разъездах, помогла услуга «Контроль кадров». Подключили еще одну услугу, которую предоставляет компания «Мегафон». Это «Контроль кадров» называется. То есть она позволяет нам оперативно отслеживать взаимосвязь с нашими водителями, которые находятся в пути, которые развозят товар и привозят его к нам в компанию. В результате чего и экономия топлива возникает, и эффективность разработки маршрутов тоже выросла. «Контроль кадров» помогает не только узнавать, выехал ли сотрудник в нужное время по нужному адресу, но и выбрать оптимальный маршрут и сэкономить на топливе. Вместо того, чтобы созваниваться с каждым выехавшим сотрудником и уточнять, сколько им осталось до офиса, достаточно зайти в личный кабинет, задать в настройках автоматическое отслеживание, и программа в нужное время присылает все данные по транспорту. Вот так прямо из офиса сегодня с помощью современных цифровых услуг можно привлекать клиентов и повышать эффективность своего бизнеса. Студент ЧГУ Никита Павлов занял первое место на Всероссийском студенческом фестивале «Стартап», который прошел в Тольятти. Работа Никиты, разработка игры автосимулятора и ее публикация в Google Play опередила проекты ведущих российских вузов. Никита учится на факультете информатики и вычислительной техники. Он программист до мозга костей и кончиков пальцев, которые то и дело стучат по клавиатуре. Год назад он придумал мобильную игру и разместил ее для скачивания на платформе Android. Игра бесплатная, с простым управлением и детализированной графикой. Любители гоночных игр могут прокатиться по улицам Чебоксар на отечественных автомобилях и полюбоваться трехмерными моделями монумента матери и фонтана. С каждым днем игра набирает все большую популярность. Сейчас у нее около 2,5 миллиона скачиваний. Игра очень простая, в ней по сути нет какого-то глубокого смысла, но тем не менее она людям понравилась. Главной целью, наверное, моего проекта это было просто попробовать себя в совершенно разных сферах разработки игры. То есть и звук, и графика, и 3D-моделирование. И просто понять, что получается у меня хорошо, а что не очень. Создание мобильного приложения заняло у юного разработчика ровно год. Программирование изучил самостоятельно по видеоурокам. Заниматься этим приходилось в свободное от учебы время. В итоге освоил 5 сложнейших программ. Успехи сына-мама воспринимает как свои личные. Я сама сидела на церемонии награждения, когда озвучили третье место, второе место. Моего сына нет, и я как-то даже немножко опустили с руку. Ну а в конце вызвали его, ну я испытала полный шок. Он сам, по-моему, даже еще больше был в шоке. За само умение зарабатывать деньги в таком возрасте выбрали его. В качестве приза молодой человек получил золотой диплом и сертификат на 50 тысяч рублей. Почевать на лаврах сейчас не время, говорит победитель. Никита Павлов намерен усовершенствовать игру. На сегодня все. Смотрите программу «Айти не обойти» на национальном телевидении Чуваши и на нашем канале в YouTube. С вами была Евгения Фандеркина. Удачи! И помните, технологии делают нашу жизнь проще. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА